Весна в Рязани началась очень рано. Март оказался аномально теплым. Температура воздуха на 5-6 градусов превышала норму. Благодаря этому снег растаял очень стремительно. Все высохло и в большинстве своем преобладала солнечная сухая погода. Апрель в целом оказался в границах нормы, а вот май запомнится рязанцам надолго. Последние 8 или 10 лет в наших местах май был аномально теплым. Люди уже привыкли к жаркому последнему месяцу весны. На этом фоне май 2017 кажется очень холодным. Хотя, по словам синоптиков, в пониженной температуре нет ничего сверхъестественного. Все процессы в атмосфере происходят следующим образом. В основном перемещение воздушных масс и вихрей происходит с запада на восток. И в этом году России и странам Европы не повезло. Вместо юго-западных потоков на материк пришел холодный циклон. Это было связано с северо-западными, с североатлантическими циклонами. То есть при прохождении атмосферных фронтов в зоне этих атмосферных фронтов отмечались осадки в большинстве случаев. Естественно, это облачная погода, прохладная погода и ветреная. И когда проходит этот циклон, мы оказываемся в толовой части этого циклона. И у нас происходил зачастую заток холодного арктического воздуха как раз таки. То есть у нас такая, что с севера к нам поступают более прохладные воздушные массы. А вот дни с антициклоном за прошедший месяц-полтора можно пересчитать по пальцам. Так почему же было неизвестно, что на нас обрушатся такие холода? На практике синоптики могут увидеть развитие картины на шесть дней вперед. Более точные данные они предоставляют на ближайшие два-три дня. А что произойдет через две недели, чаще всего информация об этом находится под завесой тайн. Стоит сказать, что в следующие шесть дней в Рязани не ожидается резкое потепление. Над центральной европейской частью России до сих пор перемещается северо-западный циклон. Сейчас мы находимся в малоградиентном поле. Это вообще очень сложная ситуация, когда может произойти даже просто внутримассовые какие-то явления конвективные. Когда вот облако у нас конвективное образовалось и дожди уже локального характера кратковременные, местами могут пойти. В ближайшие дни на фоне повышенного атмосферного давления в целом погода не будет плохой. Но все те же атмосферные потоки могут задеть нашу область. Поэтому сохраняется вероятность небольших кратковременных дождей и ожидается переменная облачность. Что будет через неделю пока не ясно. Однако будем надеяться, что заморозков больше не произойдет, как это случилось в начале июня. Конечно, все это негативно сказалось на сельскохозяйственных и садово-городных культурах. К сожалению, до сих пор нет никакой гарантии, что после длительных холодов наступит теплая погода. И предугадать движение атмосферных потоков очень трудно. В этом году планета решила поступить по-своему. И циклоны идут именно с севера, образовываясь над холодным Атлантическим океаном. Будем надеяться, что в скором времени это пройдет, и воздушные вихри отправятся на наш континент с других направлений. С западного, юго-западного или даже с восточного, что тоже случается. Тогда тепло, а вслед за ним и настоящее лето придут, наконец, в Европу и в Россию.